Знаете, очень глобально, серьезным вопросом, что правит миром? Я думаю, правит миром зло, потому что если происходит зло на планете, значит миром правит зло. То есть не нужно придумать какие-то сложные схемы, нужно просто открыть глаза и посмотреть, что происходит. То есть если бы миром правило добро, то на планете происходило бы добро. А поскольку оно не происходит, значит в корне манипуляторы, как бы вообще, правители земного шара, они, там, я не знаю, может, сатанисты, скорее всего. Я думаю. Но почему? Обратите внимание, что люди всегда склонны к религиям, еще к чему-то. Они придумывают эти проекты, там, не знаю, там, был один, потом стали всех покрестили, там, что-то придумывают. Очень удобно. И всегда есть некая какая-то иерархия. Вы же не будете отменять царей или королей, там, или английской королевы, она же существует, правильно? Значит, есть такая иерархия, есть какие-то церемонии, есть какие-то культы, есть какие-то на высшем уровне, я не знаю, там, как эти называются, когда они обряды что-то там одевают, там делают. Это же не просто так все делается, это же не театр какой-то. Вот, значит, то же самое существует, как бы, на каком-то максимально высоком уровне. Значит, там тоже есть эта и культовость, и обрядовость, и идеология, идея, она может быть любой, она может быть, как бы, направлена как во зло, так и в добро. Мы же не знаем, но судя по тому, что мы имеем, явно люди поклоняются злу. В каком виде, я не знаю, там, это вселенское зло, это как в пятом элементе, этот шар какой-то, который летит, а этот самый главный олигарх на планете, почему он ему поклоняется, он боится. Вот на таком уровне, понимаете, может происходить все. И хочу заметить то, что когда в десятку идет попадание, это всегда становится, там, ну, как бы, не, ну, культовым. То есть, и вот фильм «Пятый элемент», он не просто так очень выделяется на фоне, там, бесконечного количества голливудских блокбастеров. Значит, там что-то есть такое, что действительно, как бы, существует, там, «Аватар» фильм или еще что-то, попадание. И поэтому я думаю, что происходит ровно то же самое, что в фильме «Пятый элемент», как схематично, грубо говоря. Есть некое, там, вселенское зло, которое не существует на планете, но они поклоняются, допустим, этому злу, там, деньгам или еще золотому тельцу, там, я не знаю. Да, потому что, ну, бабки, грубо говоря, спускаемся. Чем, что за механизм управления всем? Бабло, которое побеждает зло. Вот, если это бабло, которое побеждает зло, что оно делает? Оно делает что? Оно сокращает популяцию, как бы, на земле людей, да? Оно ввергает его в какие-то догмы, которые уводят человека от его естества для того, чтобы его сокращать, убивать, травить, как бы, манипулировать. Короче, медицина эта страшнейшая, да? Да, там, рак не можем лечить. Правильно, мы его никогда не сможем лечить, потому что мы зарабатываем по 250 миллиардов в год на одном только раке. Мы глаза не будем лечить никогда, потому что мы, там, по 50 миллиардов на очках, линзах. И так, касаемо любого аспекта, зачем мне кого-то лечить нормальными, как бы, лекарствами, которые всегда были, мы перевешили всех в свое время, сжигали на кострах ведущих людей, знающих какие-то вещи. Мы их физически всех уничтожили и сказали, нет, будем лечить вас симптоматику, лечить вас, там, какая-нибудь опухоль, мы просто вам дадим обезболивающее, но все равно сдохните. Вот идет, как бы, медицина, ну, просто гасит симптоматику. То есть надо открытыми глазами смотреть, что происходят реально плохие вещи на земле. Ну, правда, очень серьезно. И, как бы, ну, нужно самому делать выбор, просто быть непричастным, мне кажется, к этому, как совет. И если рыбка, допустим, в аквариуме, там, вылить какой-то грязи, она же не будет бороться с этой грязью или, там, копошиться, она просто уплывет туда, где чисто. И человеку единственный выход, как бы, это уплывать, намазаться маслом, знаете, ускользать от этих жестких объятий цивилизации, этих догм, перестать двоично как-то мыслить, перестать просто чувствовать себя, я не знаю, здесь и сейчас, ощущать себя мужчиной или женщиной, человеком, то есть обычным, как бы, вот, идти по пути саморазвитию. По пути все-таки вспомнить, кто ты, заставить себя максимально попытаться взорвать свой мозг, как бы, разгрести все лишнее, все догмы, какие-то вот все эти, я не знаю. И вот это единственный выход, мне кажется, из этого всего сложившегося, а то, что, как бы, миром правят совершенно какие-то жадные, безумные, сумасшедшие люди, это гадалки не ходили. Какие-то там общества, масоны, не масоны, ну, кто-то, ну, какая-то сволота, короче, этим заправляет по-любому. Потому что, как бы, изначально человек добрый, хороший, он настроен на любовь и вот сталкивают, вот, живут люди, их не трогают, там, не знаю, Карабах какой-то, Нагорный. Там, я не знаю, все доброта, красота, нет, придут с автоматами, скажут, ты сволочь, какая-то скотина, два или три человека, как на Украине то же самое происходит, там, сволочи буквально, три человека баламутят просто все. Ну, жили же до этого, я год назад ездил там на Украину, не вынимаю, ну, вот так все, друг друга вдесна, любовь, красота и дай возможность, как бы, любить, творить, все будут творить. Ну, тратится колоссально совершенно силы на то, что вот людей сводят с ума, их заставляют делать какие-то страшные вещи, самоубиваться. Ну, представляете, курят, люди курят, это тараканы, их вот травят дихлофосом, да, как бы, ну, они не платят же за свой дихлофос, а человек уже настолько его, как бы, сломали, что он еще за свой дихлофос еще и платит. За то, чтобы самоубиться, он еще и, как бы, как бы платит этим компаниям, которые даже уже не табаком людей накуривают, а просто как бы на химии, там, бумажка какая-то пропитанная какой-то фигней, и там алкоголь употребляют. Каждый стакан, пиво или водки, это предательство, на мой взгляд, собственной стороны, вообще, там, народу, идеологии. Это действует хуже, чем атомная бомба, не надо даже сюда никаких бомбов кидать. Там, бутылка водки, это самое, вообще, крутое оружие, которое только может быть. Ну, это можно бесконечно перечислять и говорить. Так что вопрос был какой, что правит миром или, там, изначально, вот миром правит зло. И не надо, как бы, вестись на всю эту тему по возможности. Если каждый человек осознает это, оно и рухнет зло, потому что ему нечем будет править.